Всем привет! И сегодня у нас какое число? Нужно посмотреть, потому что я забыла. Какое сегодня число? И сегодня у нас... Ой, блин, что я говорю? 3 декабря 2016 года. Сегодня у нас, получается, суббота, да? Сегодня, да, суббота. И на часах уже довольно поздно, потому что проснулись мы уже очень давно, уже даже два раза покушали, да. Я не снимала, потому что, во-первых, была занята, то купалась, то говорила со своими по скайпу. Ну, вот такие, короче, домашние дела. И проснулась, когда спустилась вниз, так ёлочка радует, так классно, настроение создаётся новогоднее сразу. Очень круто ощущать её запах, это вообще бомба просто. Спускаешься на первый этаж и пахнет очень круто. Так что день начинается не очень, если честно, настроение тоже не очень. На улице просто такая серая погода, посмотрите. Посмотрите вот на это. Какая серая погода. И ни дождя нет, и ни снега, и непонятно что, но очень холодно, кстати. Сегодня, да, дубар. Не хочется ничего делать, особенно выходить куда-то. Будем дома, может быть, просто за продуктами поедем. И вот так вот. И, кстати, да, хочу вам показать, что мы вчера ещё купили. Я хочу пересадить свой цветок. Помните ту калу, которую чёрную? Вот эту. И я хотела её пересадить, и как-то на глаз подобрала слишком большой. Вот такой вот большущий горшок. Поэтому придётся выйти из ситуации. Таким образом, любимый предложил пересадить ту рождественскую звезду, которая большая у меня, в этот большой как раз. Потому что ей тоже мало места. А тот использую для этого. И, короче, получится вообще офигенно. Да, это очень гениальная идея, любимый. Так, сейчас скажу тебе, любимый, ты просто гений. И, кстати, помните, я вот показала в видео вот эту вот новогоднюю покупку. Это ручка такая вот. Вот ещё раз показываю. И смотрите, что с ней. Она светится. Вы видите это? Она светится. И я чисто нечаянно это обнаружила. Она упала на пол и начала светиться. Классно. Офигенно. Я люблю такие штуки с детства. Очень разные. Всякие прикольные такие ручки у меня всегда были. И да, собираю тут мусорку после наших челленджей. В доме хорошо, тепло. Ночью, если честно, было жарко. Мы включили слишком... Намного хитр. И аж вспотело. Офигело, серьёзно. Очень жарко было. И как-то не хотелось вставать. Вырубились оба. И вообще было очень тяжело. Любимый меня будил. Я помню, утром очень даже. Да, у меня постель ещё не собрана, потому что... Мы ленивые. Мы ленивые. И мы бездельничаем весь день. Так что... Вот так. Давайте я покажу вам мою ёлочку ещё раз. Сейчас как раз будет видно, как она светится. Смотрите, какая у нас ёлочка красивая. И Луна со своими подарками под ёлочкой. Да, Луна? Мы смотрим, пусть говорят. Смотрите, что я ещё на дверь прицепила. Вот на ручку я приделала этот бант, потому что думала, куда же его приклеить. И подумала, что будет нормально здесь. Вот, смотрите, какая у нас погода сейчас. Да, такой холодный воздух. Осень прям. Напоминает очень мало. Да, наша ёлочка стоит здесь. Никто не украл, не беспокойтесь. Ночью всё здесь нормально. Под охраной. Хотя в последнее время я замечаю... У нас Луна охраняется. Да, Луна наш охранник. В последнее время я замечаю то, что... Очень много машин с лопнутыми колёсами. Понятное дело, что они все проходят через те шипы. Но есть машины, которые вот как наши, стоят на месте, и они с лопнутыми колёсами. Это кое-кто увлекается по ночам здесь. Лопаньем колёс чужих. Да. Здесь вечная мусорка, потому что здесь дерево это большое. И поэтому мусорка лепится здесь. Я забыла вам сказать, мы едем сейчас в Крогер покупать продукты, которые не хватают нам, чтобы готовить. Хотите, чтобы было в доме. Вот у меня уже специфер готов. Мы едем. Кстати, холодно в машине. Сейчас оно погрязь, потому что замучило. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Мы были. Думайте, что это? Это что-то огромное. Это не мячик. Это такой вот грейпфрут большой. Он самый вкусный. он внутри желтый и это самый сладкий грейпфрут по крайней мере тот что красный маленький внутри красный а снаружи оранжевый мне не нравится он очень горький вот этот классный уже не первый раз берем на такой большой нам еще не попадалось да а это пицца которая сейчас будет готовиться и мы будем кушать органик в этот раз взяли с грибами с помидорами какой-то другой вкус более-менее там больше овощей насчет овощей мы взяли побольше овощей хотим переходить более на правильное питание были помидоры это цукини или кабачки вот это огурцы тут у нас бананы все органик перец красный авокадо одно потом вот это такие маленькие огурчики завтром готовить картошку тушеную оливки тоже люблю альфредо это сегодня будем готовить рис с альфредо из мексиканской смесью овощей мексиканская смесь это мексиканская смесь добавлять следующее что тут у нас салфетки для кухни везде вытираю все мясо это внутренности курицы мы любим и свинина будем смешивать и делать тушеную картошку с этим мясом это мой грешок это поливизатор боже неужели его нашла для цветов овощи с этим офигенно и яйца органические о да будет чеснокодавка в нашем доме о да наконец-то помощь и кстати я поняла что для того чтобы мыть посуду не нужны руки нужна посудомойка которая у нас стоит без дела но у нас мы не знали какие пользоваться впервые столкнулись не взяла вот такой вроде специальная туда суется там есть кармашки какие надо будет посмотреть и масло закончилось в доме салфетки для туалета спаржа будем первый раз пробовать я думаю добавлю в ту смесь это для луны а это минеральная вода минеральная водичка между прочим очень тяжело найти здесь в америке минеральную воду чистую без сахара а это лица салата будем делать салат так что мы приступаем к готовке будем делать пиццу и будем делать салат и будем кушать это уже третий раз я думаю любимый придет и мы будем еще раз кушать четвертый может быть даже еще раз пять раз да да я счастлив слышать такое у меня открылся аппетит мне хочется кушать но у меня такие слабости мне тоже что мне хочется кушать блин так что все делаем пиццу все ребята свяжемся после чего пицца будет готова покажем кусочек пиццы это рассказывал про рыбу там так всего долго такой весь такой и короче когда выключать камеру ты такой говоришь все ребята целуемся смешно я когда обрабатывала этот флок это знаешь это так вот наши такой все так объясняют объясняли потом все давайте целуемся не целую а целуемся и вот здесь я так постарайся пробить чем-то угол давай ломай его полностью мы кстати уже поели мы съели салат пиццу нашу вкусная пицца очень да она с альфредо вот с белым соусом сырными да у них всегда такая это пуля истрала блин это вот не помешь его но розовенький такой внутри как будто кокос даже выглядит как кокос наш зеленый как обезьянчик сейчас поломаю все он луночка как обезьянчик у нас души за зоопарк здесь развелся а луна у нас обнаглела не хочет кушать еду свою она не любит стейк флауру она любит чикин флауру а это давай стейк помаха такой ну пока не связь не дам я шут какая толстая когда я дойду до хотя бы чуть-чуть надо же его чтоб почистить нужно иметь сил я бы не справилась с ним кожу сначала с ними потом будет сложно да это он это он реально этот розовый внутри вам всегда сладкий только главное очистить его от шкурки на шкурка очень горько да есть такое слово горько на самом деле она полезная это очень хорошая для похудения да именно шкурки содержится больше кислоты этой на очень горькой шкуркой вкусно как прошли прошлом году тоже в это время примерно а их не сезон да вот есть два вида журнала один оранжевый внутри желтый он очень кислый вот он нет вообще он такой мелкий такой нехороший этот мой большой желтый иногда даже зеленый бывает но внутри красный вон очень сладкий вот без шкурки вот то что любимый сейчас делает он правильно делать пшаном это шкурка бывает мою псих а я люблю вот так делать пола у тебя психика хорошая вот это вкусняшка даже ее пиццу ты же не успела уже забрала у любимого это не женщина просто был поменьше и можно было его ломать на дольки и легче специально открою вот эти да это реально тот очень вкусный он только начинает видно он будет еще желтею наверное со не будет еще вкуснее слаще но вот сейчас как раз начинаете 8 ровные мандарины новогодние такой вот держи родная угощай спасибо смотрите кушал он такой хороший вы видите я краснею мы целуемся хорошо поняла приказание смотрите вот здесь поза лежа и елочка рядом и мы делаем манипуляции которые не нужно повторять дома ни в коем случае особенно если человек который лежит легче чем вы наверху только это не про нас конечно поэтому мы и делаем такое слышали как хрустнули я вам не дала услышать смотрите что вы знаете эту фирму она такая вкусная это жевательные резинки такие не знаю их еще ни разу не пробовала но они уже для меня вкусные не знаю интуиция подсказывает а вы ведь верите моей интуиции после челленджа кто стучится к нам в дверь кто открыл своим ключом не смотришь мультики я еле успокоилась между надо обрабатывать видео как тренировка всем привет сегодня у нас 5 декабря 2016 года если я не ошибаюсь мы встали уже сейчас будем завтракать у нас варятся здесь яйца и я уже замучила один салат вот такой вот я его очень люблю в последнее время это листья салата помидор обычный перец болгарский красный и огурец уксуса чуть-чуть и масло да сегодня погода конечно оставляет желать лучшего это ужасно это ужасно а я снова на кухне я занимаюсь готовкой в этот раз мы делаем рис вот такой вот рис варится тут и вот такая вот смесь у меня готовится это куриный фарш и смесь мексиканская вот такая вот типичная кукуруза горошек здесь обычный горошек и об стручках и это морковка короче и у меня здесь все жарится вот варится здесь вот он рис впитывает воду потихоньку и делаем у меня была как раз одна упаковка фарша я не знала туда его засунуть ну и вот как раз приготовим такое вот блюдо кстати очень вкусное как-то нам один знакомый его порекомендовал и попробовали вроде нам понравилось все очень просто готовится но очень классный результат результат такой что мы добавляем альфредо вот это альфредо у вас есть там такое или нет но это короче сыр как я понимаю соус с сыром и добавляем потом в эту смесь когда она же будет готова рис сварится сольем воду если останется если нет то окей и перемешиваем это все вместе и получается рис с фаршами с овощами и с альфредо и очень вкусно готовим такие вот краски самое главное очень полезное блюдо потому что здесь вообще жиров практически нет считать фарш куриные овощи полезные здесь одни углеводы практически но и протеин конечно же куриный сегодня если честно скажу вам переведу сейчас на себя камеру но сегодня такой дебильный день вот честно просто очень на улице такая погода что ничего не хочется полный дебресняк короче осенний такой вот хотели сегодня снимать видео но не знаю получится потому что у меня вчера с компом такая лажа произошла короче у меня комп аисус он дорогой у него короче там какие-то преимущества что он тянет и редакторы самые профессиональные и пока и игры то есть он сильный мощный он игровой комп поэтому очень быстро думает и у него даже встроенная память один терабайт то есть вы сами понимаете кто разбирается в компах что это немало но не в этом суть в том что есть один минус у этого компьютера это то что когда он нагревается если я выберу одной рукой видно он как чуть-чуть пластик прогинается и давит на какие-то детали внутри и он вырубается и каждый раз приходится мне так тихонько двумя руками его брать ставить на пол получается так что я обрабатываю на кровати и сижу и держу на своих ногах на животе когда как этот комп и получается так когда я хочу его поставить на пол и лечь спать чтобы вывелся весь проект пошел долго выводится и не всегда я могу досиживать и короче он выводится долго проект когда я его сохраняю с adobe premiere pro кстати да я там обрабатываю все свои видео и когда он сохраняется то есть я вчера его взяла этот компьютер и как раз был процесс сохранения проекта новое видео блин я так старалась так мучилась обрабатывать его и он выключился когда оставалось совсем чуть-чуть чтобы он уже был готов и выведен этот проект но он выключился и приходится мне сегодня все заново обрабатывать плюс я надеялась что я обработаю сегодня и влог если у меня не будет этого видео а получается так что и вчерашний влог не обработанный и то видео не обработанное и плюс еще сегодняшнего капец как меня подводит этот хомп я даже психанул больше не буду я с ним в кровати а буду я в своем офисе все монтировать все делать и уложиться спать тогда когда уже реально не смогу чисто пойду и лягу потому что это не дело не дело так держать компьютер прям рядом с собой возле кровати и видно что компьютер должен стоять на одном месте и не двигаться вот такой вот и знаете как обидно когда ты обрабатываешь это все когда уже все готово вот чуть-чуть еще и сохранится сам проект потому что если бы сохранился проект я бы его открыла заново и заново уже готово это сняла оттуда и все получается что даже сам проект не сохранился и это ну держись ира держись осень одним словом осень знаете как влиять на депрессию на депрессию нашу блин это осень ладно я буду сейчас здесь готовить дальше а то у меня здесь уже рис почти дошел самый легкий плов в мире которого готовится да вот оно и готовый результат так выглядит и мы будем кушать кстати это очень вкусно у нас не трое не бойтесь луна с нами не кушает просто взяли вилку для не знаю почему ты его выткнул сюда хотела огурцы доставать так что всем приятного аппетита так что нам было там Продолжение следует...